Приветствую всех читателей и слушателей и зрителей первого российского конного онлайн-журнала Equilife.ru. Я Виктория Борисова, его главный редактор. И сегодня мы с вами послушаем и увидим интервью, которое я сделала во время одной из наших поездок в Версаль с одной из всадниц Академии Верховой Езды в Версале под предводительством Бартабаса. Итак, давайте послушаем, о чем же мы с ней беседовали. Итак, вы одна из всадниц школы здесь. Как долго вы работаете для этой замечательной школы? Я здесь пять лет уже. Что значит для вас работать здесь? Для меня это значит... Во-первых, это прекрасное место, это замечательная работа, это уникальная академия, в котором можно учиться действительно нетривиальным вещам. Я работаю с прекрасной командой, у меня замечательные лошади, красивое окружение, красивое место. И работать здесь это была одна из моих мечт, которая осуществилась. Как всадники попадают в школу? Насколько я знаю, есть какой-то конкурс, какие-то соревнования с отбором? Нет, это не соревнования. Но тебя, конечно, должны выбрать. Ты должен сделать презентацию своей работы, видео, прислать сюда, да, прислать сюда. И тогда тебя отберут и, возможно, пригласят. И потом посмотрят, как ты работаешь здесь с лошадьми, как ты будешь взаимодействовать с командой. Это очень важно, потому что мы шесть дней постоянно вместе, поэтому очень важно вписаться в коллектив. А до того, как стать и квие, как стать садником школы, ты уже должен уметь не только верхом ездить, работать с лошадью, но еще петь. Или это не важно? Нет, это не обязательно. Конечно, это плюс большой, но это не обязательно, потому что очень многому ты можешь научиться здесь уже непосредственно. Самое главное быть хорошим всадником. И тогда, будучи хорошим всадником, ты уже можешь делать другие вещи и на лошади в том числе. Как много лошадей у вас в работе? Я имею в виду для каждого. Для каждого около 4-5 лошадей. Обычно 4, и мы тренируем их каждый день, и, конечно же, каждые выходные у нас шоу. А расскажите немножко о вашей работе с Бортабасом непосредственно. Он работает с вами лично, не с вами, а, допустим, со всадниками в школы? Не всегда, потому что шоу уже поставлено, все уже отработано, и все работает хорошо. Но, конечно же, он приходит лично, когда у нас какой-то новый творческий процесс. Тогда, конечно, он работает с нами каждый день, тренирует нас, когда мы готовим новое шоу. Но если ничего такого, то он просто иногда заходит проверить, как идут здесь дела, но не каждый день. Это только он автор всех идей, которые включены в это шоу, шоу «Путь и Квие», или вы, всадники, также являетесь с авторами, имеете возможность работать совместно, или он достаточно жесток в своих указаниях? В основном мы работаем с его идеями. Конечно, иногда он дает нам какую-то степень свободы, и мы можем выступить со своими предложениями, что-то ему предложить. Иногда бывают какие-то его идеи не срабатывают при практической реализации, допустим, с каким-то всадником, или у нас есть сложности, мы можем их обговорить. И все это в любом случае решается во время совместной работы, но в основном все-таки мы работаем с его идеями. Насколько я знаю, иногда он покупает лошадей конкретно под какие-то идеи. У него есть идея сделать такой вариант балансей, и он просто ищет лошадь, которая уже умеет это делать. То есть это уже не ваша задача тренировать лошадь под какой-то элемент. Да, это так. Он воплощает свое видение. Если его идея в том, чтобы лошадь, как часть шоу делала тот или иной элемент, да, он пытается найти лошадь, которая умеет это делать. Это та часть шоу, когда лошади бегают свободно по манежу, и вдруг в какой-то момент они начинают по парам друг друга грумить. Вы учите этому? Это же не часть хаоса, это не случайность? Вы же учите этому? Потому что это часть программы? Нет. Да не может быть. Но дело в том, что это импровизация, потому что, конечно же, лошади, как социальные животные, они любят эту часть ухода за друг другом, они любят груминг, и мы предоставляем им эту возможность. Они делают это каждое шоу по своему собственному желанию. Да, мы просто даем им возможность это делать, потому что это мило смотрится, но мы не учили их специально. Это нормально, это естественно для лошадей, они социальные животные, взаимодействуют с друг другом. Скажите, до какого возраста здесь лошади обычно работают, или это всегда зависит от обстоятельств? Да, конечно же, это всегда зависит, как и наши с вами возможности тела, от изначальных данных. Некоторые выходят на пенсию в возрасте 16, некоторые работают намного дольше. Расскажите мне, пожалуйста, о вашем дне. Насколько я знаю, у вас каждую неделю еще есть занятия, помимо тренировок с лошадьми, выступлений, занятия по вокалу, занятия по фехтованию. Расскажите о вашем типичном дне. Лошадочный день начинается в 7, 7.30, чаще всего в 7, то время, когда мы приходим к нашим лошадям, начинаем с ними работать. В течение этого дня у нас еще есть, конечно же, занятия, например, во вторник танцы, в четверг стрельба из лука. Да, то есть зависит от конкретного дня недели наше занятие. Каждый день различные, но каждый день у нас, конечно же, включена работа с лошадьми. Это неизменно. То есть либо мы работаем верхом, либо мы работаем над каким-то элементом, либо мы работаем с лошадью на лонже. Каждый за своей лошадью в конюшне немножко. И таким образом наш день заканчивается между 5 и 6 вечера. Какая часть из этой дневной рутины ваша любимая? Ну, это зависит. Конечно, я очень люблю работать со своей лошадью. Особенно, когда все задуманное получается, и я вижу отдачу. Большое спасибо за этот разговор. Пожалуйста. Спасибо, Зоя Сан-Мартин, за это интервью. Спасибо всем, кто помогал мне. Спасибо всем, кто был со мной. И, дорогие читатели, ссылка на статью о больших версальских конюшнях в конном журнале Эквилайф.ру будет сразу под видео в инфобоксе. Там вы сможете прочитать гораздо больше и, может быть, составить большее впечатление. И, конечно же, я приглашаю вас поехать с нами в одну из поездок вместе с Эквилайф.ру во Францию, посмотреть Версаль или, быть может, в какую-то другую страну. Обязательно ищите информацию об актуальных поездках в разделе поездки конного журнала Эквилайф.ру. И до следующих видео. Пока-пока.